Выйти замуж не напасть, как бы с мужем не пропасть. К подобным шуточкам Яна Елесина относится скептически. Свой выбор она уже сделала больше года назад и готовится стать примерной женой именно в День всех влюбленных. Тема свадьбы – зимняя сказка. Я, как и любая девочка, за романтику, за счастье. И где найти еще такой день в году, как День святого Валентина, когда кругом царит любовь, влюбленные пары, счастливые глаза, радость и особая такая атмосфера, которой, конечно, хочется. И учитывая, что у нас будет свадьба 14 февраля, мы каждый год будем вкунаться в эту атмосферу. Ну, самое главное, не пятница 13-я. Жениться не в этот день. Для свадебного организатора День влюбленных – практически профессиональный праздник. Необычную свадьбу Яны и Игоря Варвара планировала не один месяц. Оригинальная цветовая гамма – серо-серебряная. Артисты, сюрпризы – все красиво и стильно. Ежегодно 14 февраля многие пары стараются зарегистрироваться узами брака именно в этот день, потому что считают, что Святой Валентин будет беречь их любовь всю жизнь. Но по моим социологическим опросам в этот день больше делают предложения. То есть мальчики хотят именно удивить девочек в этот день не только цветами, но и заветным кольцом. Так что не теряйтесь. В этот день японцы балуют возлюбленных сладостями, щедрые французы – ювелирными украшениями. Впрочем, оригинальный букет – тоже хороший подарок. Ничто другое так не может выразить чувство, как цветы. Поэтому я считаю, что любые цветы будут хорошим подарком. День Святого Валентина – самый актуальный цвет – это желтый и красный, потому что символ Дня Святого Валентина – это желтый и красный тюльпаны. Кстати, 14 февраля в Германии отмечается День психического здоровья, потому что считается, что Святой Валентин – покровитель ума лишенных. Что ж, что может быть лучше, чем потерять голову от любви? В Самарской области в субботу 14-го поженится почти 500 пар. В этот день ЗАГСы приготовили влюбленным подарки. 13-го в пятницу у нас не будет ни одной пары. Но зато 14-го – это День покровитель всех влюбленных. И, конечно же, молодые люди очень обращают внимание на эту дату. В этом году, 14 февраля, у нас 35 пар подали заявление и планируют зарегистрировать свой брак. В честь Дня всех влюбленных во многих самарских музеях, кинотеатрах и даже библиотеках планируются специальные акции. Сэкономить предлагает кинотеатр художественный. Получите бесплатный билет за поцелуй у кассы. Закрутить «Любовь на льду» можно будет вечером на катке Аэрокосмического университета. Юлия Черняева, Константин Головин. События.